В связи с предстоящим 20-м юбилеем Нерингринской ассамблеи народов Якутии и укрепления статуса, а также деятельности национально-культурных объединений, 2017 год в Нерингринском районе был объявлен годом национального единства. На какой ноте начался этот год, расскажет Виктория Харитонова. В период строительства южно-якутского территориально-производственного комплекса в Нерингре съехались представители практически всех национальностей Советского Союза. Благодаря этому спустя некоторое время образовались национальные общины. А в этом году появилась еще и русская община. Проживание на одной территории, экономические и культурные связи не могли не наложить отпечаток на развитие благоприятных межнациональных отношений. Давно этого хотел, как украинский появился, что русский был, хотя есть, мы им очень будем помогать, поддерживать. Начало года национального единства было положено в уютной и домашней обстановке, где представители всех национальностей смогли вновь встретиться друг с другом и представить свою народность. Почин такой состоялся просто замечательно, потому что на сегодняшний день практически все были представители ассамблеи народов республики Саха-Якутия, которые в той или иной мере представили свою культуру в песне, в поэтическом слове, в танце. Самой старшей из всех общин является община Саха-Аймах. В этом году ее представители готовят для нерингринцев ряд интересных и колоритных мероприятий. Одно из самых крупных это будет провести фестиваль дружбы 27 апреля к дню республики совместно со всеми общинами. Ну и также национальный праздник Сах. Кстати, в этом году Сах у нас будет всем по-другому, поэтому будет очень много сюрпризов. Сегодня на территории нерингринского района проживают представители более ста национальностей. И благодаря деятельности национальных общин молодые поколения могут перенимать и сохранять язык, культуру и особенности своего народа, несмотря на то, что рождены они были на северной земле. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингрин.